Билли Айлиш выиграла 4 награды Грэмми 2020. В стейпл-центре Лос-Анджелеса прошла 62-я торжественная церемония вручения самой давней и престижной музыкальной премии мира, Грэмми. Больше всего граммофончиков, причем в основных номинациях, достались 18-летней певице и автору песен Билли Айлиш. Она первенствовала в категориях лучший поп-альбом, с первым же диском When We All Fall Is Sleep, Where Do You Go. Лучший дебют, запись года и песня года, обе последние за хит Bad Guy, которым она закрывала и свой концерт в Москве, во время мирового турне 2019 года. Второе место досталось еще одной рэперше, Лиза, ставшей столь популярной тоже недавно, год-два назад. У этой голосистой, массивной и крикливой, читающей рэп с ядренно пропеченным коктейлем из вызова, хитча, хабальства, юмора и самоиронии, также три статуэтки, хотя претендовала она на восемь, впрочем, в гораздо менее значительных номинациях, лучший современный урбан-альбом, то бишь городской альбом, в отличие от альбома в стиле кантри, за диск Касса и Ла Фью, лучшие традиционные рэмби исполнения, песни Джером, и лучшие сольные поп-исполнения, песни Трус Фёрдс. Еще более обиженным может чувствовать себя и третий недавний лидер, 20-летний рэпер Лил Нес Икс, у которого, как и у Билли Айлиш, было шесть номинаций, однако выиграл он лишь в одной, лучшие исполнения дуэта или группы, за исполнение хита Old Town Road в компании с рокером Билли Рэем Сайрусом. Зато неожиданно сразу две премии достались легенде электронной, танцевальной музыки, группе The Chemical Brothers, хит год ту кип был признан лучшей танцевальной записью года, а диск No Geography признан лучшим танцевальным электронным альбомом. Субтитры создавал DimaTorzok